Ку-ку! Мастер-фломастер, привет, подружки! Запомните вот этого красавца, таким вы его уже наверняка не увидите. Отдельное внимание нужно уделить нашему молотку, это вообще прекрасно, но мы сегодня приехали подстригаться. И подстригаться мы будем вот в этом барбершопе. Мать к вопросу подошла серьезно, никаких детских нам тут этих, знаете ли, парикмахерских не нужно. Мы пойдем в мужскую, прям взрослую, и будем делать супер парикидон этому царскому человеку. Так что, пока, волосюшки! Я надеюсь, что ты будешь у меня сильно стильным, когда мы оттуда выйдем. Ну а я тем временем запаслась инструментами, в общем, мы только что в книжном магазине купили ему, господи, целый комплект всяких строительных штук. Вот, уже достали наш молоток, возьмем с собой мультики, возьмем с собой какую-то еду и что-то там еще. Ну, короче, будем смотреть, как у нас дело пойдет. Надеюсь, нам разрешат снять процесс, чтобы вам показать, как же мы стрижемся. Многих, кстати говоря, этот вопрос тоже интересует. Вот он, мой суперкомплект. Его кладу в сумку и погнали. С тусовкой мы тут, по-моему, не ошиблись. Человек прям нашел себе байк. Класс? Круть! Мне кажется, на этом байке мы будем встречаться. Так, мы сели в машинку. Не знаю, удастся ли наша миссия, но мать должна стоять рядом и, в общем, следить за процессом. Так, отенок, смотри, какой Марс. Ну ты вообще. Я тут, я тут. Все, держу твою руку. Поддержка здесь. Очевидно, машину делает свою. Будем, скажи. Я тут, вот, тут. Смотри. Смотри, будешь потрогать? Вот, потрогай, смотри, какая штучка. Зю-зю-зю. Такой, что такое? Да. Да. На. На. Так, давай. Скидимся качонок. Опа. О, смотри, черед. О, премии. Скажи. Уху. Какого ты хочешь? Это что? О, отеля. Так, красиво. О, отеля. Вау. Ну, вот, смотри. Ручка. О, как миски. Стромнирую. Вот. Да. Девушки отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Короче, миссия успешная. Мы постриглись, я вся в волосах. Ребенок доволен. Без мультиков, краткого плача и прочих всяких заманушек не обошлось. Но в целом наслаждайтесь его затылком. Так. Маме сумку? Ну давай маме сумку. Ну все, класс. Постригли тебя. Смотри, какой ты классный теперь уже. Все. Наш сумпель. Мы с тобой как в путешествие собрались. Ладно. Так, надо его домой везти. Разрушит все, да? Так, ну что ж. Ребенок готов, красив. Цена вопроса в барбершопе модном 15 евро. И волосюшки у нас пострижены. Заняло это ровно, не знаю сколько, там минут, наверное, 13. Потому что, конечно же, в какие-то моменты ему сильно не нравилось то, что происходит. Меняли локацию с машинки на кресло, как вы видели. Ну, короче. Ребенок красив. Стрижка сделана. Сейчас едем заправимся и домой на дневной сон. Эй! Красавец! В общем, мы добрались домой. Каким красивым мы вышли из барбершопа. И еще более красивым мы, на самом деле, стали дома. Потому что он нашел фломастер и решил порисовать на своей руке, на своем лице. Ну, в общем, у нас тут с искусством все как обычно. А я тем временем забираю у тебя все игрушки. Котенок, мы сейчас пойдем с тобой мыть руки. Дай. А мама будет дезинфицировать всю эту красоту. Потому что мы с тобой в барбершопе этим всем пользовались активно. Смотрите, какая у меня штука. Я вот тут все порываюсь вам показать. Когда собирала сумки в Ригу, вот эту красотень от Манчкин. Я немного вам показала и о ней рассказала. Это стерилизатор игрушек и прочих предметов. Для детей, ну и, собственно, для взрослых. Здесь у нас, мы в барбершопе пользовались, значит, его игрушками, всеми планшетами. Мой телефон. Короче, вот эти все ежедневные такие штуки. Так, котенок, поднимай. Нам нужно продезинфицировать и стерилизовать. Особенно во время ковида. Смотрите, какая классная штуковина открывается. И тут вот такая вот вещь. Сейчас быстро все положу. И пока это все дело будет стерилизовать наши штуки, буду вам параллельно рассказывать. Смотрите, значит, первое, кладу планшет. Кладу те игрушки, которыми ребенок играл в барбершопе. Прекрасно все это закрываю, нажимаю на кнопку, она начинает мигать. И вот внутри, видите, зажглись фиолетовые огоньки. Это означает, что процесс стерилизации вещей, которые помещены внутрь этого стерилизатора, начался. Сразу скажу, что не подходит для сосок, бутылочек и вот прочих предметов кормления новорожденного малыша. Там специальные стерилизаторы, которые предназначены как раз-таки для этих предметов. И здесь внутри 21 ультрафиолетовая лампа медицинского класса для стерилизации на 360 градусов. И убивают эти лампы 99% бактерий, вирусов за 5 минут. В том числе мы можем говорить о стафилококке, кишечной палочке, сальмонеле, гриппе, коронавирусе человека тоже. И другие распространенные микробы. И это очень-очень круто. Причем убивает эти микробы очень безопасно, без всяких химикатов, ртути и так далее. То есть это очень чистая и безопасная дезинфекция вот всех этих предметов. Причем имеет вот эта вещь сертификацию FDA. То есть это самая главная организация в Америке, которая как раз-таки отвечает за безопасность подобных и прочих продуктов. И также очень круто, что этот прибор уменьшает бактерии, которые могут выделять неприятный запах. И это как раз-таки, мне кажется, напрямую связано с мягкими игрушками ребенка, которые могут быть сильно такими неприятными для нашего обоняния спустя какое-то время их использования. И очень круто, что эффективность этого прибора, она подтверждается несколькими независимыми лабораториями, в которых Манчкин проверял этот стерилизатор. И что еще очень круто, что мне нравится безумно, этот стерилизатор можно взять с собой. Если в поездку еду или куда-нибудь, неважно, то здесь у нас есть сзади специальный карман, в который помещаются провода. И в комплекте есть вот такая вот зарядная батарейка, которую можно зарядить, и этот прибор будет портативно работать без подключения к розетке. И получается, его спокойно можно взять с собой. Вот так вот ты его отключаешь. Сейчас твой проводок отключим. Вот. И видите, огоньки горят, батарейка подключена, и прелесть все работает. Вот. И просто помещаешь это вот сюда, в этот карман, и все. Это прячется прекрасно. И прибор работает. Также здесь есть два кармана по бокам. Сюда можно сложить всякие мелочи. Ну и сам дизайн, он очень-очень клевый. Очень красиво все это выглядит. И второй портативный стерилизатор, которым мы планируем пользоваться, когда родится уже второй малыш, это вот такая вот прелесть, тоже от Манчкин, для того, чтобы брать ее с собой. В рюкзак для малыша, прицепить коляске и, в общем, брать с собой в прогулки. Для чего нужен вот такой вот маленький стерилизатор, если, например, у нас уже есть вот этот большой. Во-первых, чтобы удобно брать с собой в поездки и в прогулки. И в отличие от большого стерилизатора, этот маленький стерилизатор, он предназначен для детских сосочек. То есть, если, например, я гуляю с ребенком, ребенок в машине или из коляски уронил свою соску, то я ее, почистив, например, салфеткой, убрав всю грязь, могу поместить сюда. И в течение одной минуты эта вещь ее простерилизует. И безопасно можно будет дать обратно ребенку. Значит, как эта штука работает? Здесь есть два режима работы. Первое. Когда вы подключаете ее к проводу, и тогда, ну, если дома, например, эта вещь может работать с проводой. Это обычный USB-провод, который найдется в любом доме. Потом у нас есть здесь сверху отсек. Здесь мы можем видеть, что сюда помещаются батарейки. И поместив сюда батарейки, я спокойно могу взять с собой этот портативный стерилизатор и пользоваться им без провода. И как же эта вещь работает? Значит, открывая, мы помещаем сюда сосочку. Здесь тоже ровно такие же медицинского уровня ультрафиолетовые лампы, как и в большом стерилизаторе. Я закрываю, нажимаю один раз на кнопку, и здесь загорается огонек, который свидетельствует о том, что этот стерилизатор работает. И при нажатии второй раз, вот эта лампочка начинает мигать. И здесь вот в каемочке, не знаю, вам видно или нет, но мне уж точно видно, загорается тоже синий огонек. И я точно могу знать, что этот стерилизатор начал свою работу. Будет он мигать ровно одну минуту, пока он будет стерилизовать мою соску. Как только работа стерилизации закончится, он погаснет и будет просто гореть оранжевым. Свидетельство о том, что стерилизация закончена, и соску можно давать ребенку. Потом, через какое-то время, этот красный огонек, он просто гаснет, и стерилизатор отправляется в режим ожидания. Также у Манчкина есть еще один вариант вот этого стерилизатора, он с прозрачным корпусом. И он более удобен в том смысле, что ты можешь видеть, если внутри соска, ну, то есть автоматически, если, например, ты взяла с собой его, бросила в сумку, ты посмотрела, а соска внутри есть, супер. Значит, соску мы точно взяли, и запасная, как минимум, она будет. Вот видите, все, он прекратил мигать, и, значит, все, процесс стерилизации у нас закончился. Вот такие вот подружки, классные штуки, которыми мы вот прям с ребенком пользуемся ежедневно. И все, забываю вам о них рассказать и показать. Давай, теперь ты можешь брать свои молотки, и уже все, тут чинить дом. И чинить в доме все, что есть. Так, держи. Берите на заметку, и обязательно пользуйтесь для того, чтобы вещи вашими, они были максимально безопасны. Особенно вот в это наше тревожное время коронавируса, пандемии и прочих гадостей, которые летают по нашему воздуху и перемещаются по нашим вещам. Бутик, пойдем с подружки. Скажи подружке. Пока, скажи подружке. Пока, подружке. Так, мы проснулись и выехали в Юрмалу погулять. Котенок, привет. Как ты? Нормально все? Мы взяли наш велик, чудную дуночку нашу. И, в общем, тут крутим педали. Я ребенку помогаю, чтобы мы могли продвигаться быстрее. Короче, в Риге тут у нас и в Юрмале дождики начались. Лето, очевидно, закончилось. Ну и ладно. Главное, что тепло, и мы все равно можем выбираться еще на прогулке и покатать наш вел. Тут у меня целая команда. По-моему, я вас не знакомила с моим братом и сестрой. Саша и Маша. Мария. Скажи бабам привет. Бабам привет. Да, я поняла. Это Линнард. Вот несчастный молодой человек, которого поработил эта женщина. Я ему сказала сегодня, ты на ней не женись ни в коем случае, потому что у тебя еще выход есть из этой вечеринки. Мы-то уже как бы нет, а ты еще можешь освободиться. А там Санюк идет, брателла мой. Ну и, в общем, мы такой веселой компанией. Приперлись в Юрмалу и будем выгуливать Ремингтона. Ну, человек. Так, человека выпустили на свободу. Давай. Куда пойдешь? Ремингтон. Давай, у тебя есть выбор. Ты можешь идти. Ну, в общем, здесь вот такой вот парк со всякими штуками прикольными. Лазилки и так далее. Качели. Там детская площадка. Ну, что-то как-то народу дофига. Стой. Рем, стой, 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 стой. Давай мне руку. Мы взяли тут вафельку вкусненькую. Без мороженого, да? Потому что ты у меня мороженое не ешь. Ну, в общем, мы тут пытаемся понять, куда нам пристроиться. Потому что что-то народу как-то много, несмотря на погоду. А нам совсем не хочется в толпу лезть. Смотрите, какие латвийские леса с черникой, со всеми делами. Класс. Ну, давай, пойдем, Бубик. Пойдем. Да, да, да. Давай, иди в песочницу. Ну, давай. Садись на лошадку. Тут, в общем, лошадки. Да. Хочешь на горку? Пойдем на горку. Пойдем на горку. Вот сюда. Пойдем на горку, Зайка. Так, как говорится, у старших сестер все можно отбирать. И ютуб-канал тоже. Теперь я веду эту рубрику. Итак, раньше он назывался как? Мать-пери-мать? Мать-пери-мать? Теперь сестра-пересестра. Ух, у меня неплохо плачь. Это моя сестра, посмотрите на нее. Вы давно не видели ее со стороны. Только селфи-лук. Она мне сказала, что ей как-то очень бабло. Мои штанцы какие? Аладдинские. А что, неправда? Только правду говорю. Отлично, я считаю. Надеюсь, она мне не оставит их потом по наследству. Всем свои бриллианты перепишут, а мне эти штаны. Ну, будет экшен какой-то, я вообще не понимаю. Фильм затянулся. Так взращивай этих людей. Вот в детстве в Макдональдс ее водила. Кого? И меня? Да, тебя. А теперь она вот так вот. Прозитирует на популярности. Сестры. Да. А ты идиотка из тиктока. Препятствие преодолевается. А знаешь, есть такие голодные игры, а есть беременные игры. Ты должна пройти все испытания. Первый этап пройден. Как вы себя чувствуете? Ты должна сюда сейчас еще? Да, теперь вы должны сюда. Так, я расскажу вам немножко про свою сестру. Сейчас она прикидывается, конечно, на такой мамкой. Но когда я была помладше, я один раз пришла к ней жить. У нее в холодильнике не было ничего, только просека и опироль. Есть мне было нечего. Она какой-то веган была. Вот, лукори лайф, понимаете ли. Поэтому то, что сейчас она там смеси, картошка, котлеты. Это все прикрыть. Истинное лицо. Иное. Да, да, ценька? Ну какое вопрос, какое? Да гурме просто, гурме. Есть нечего. Одно сухое, игристое. Этот парень всегда хочет, чтобы все дети знали, как его зовут. Я классный. Он, кстати, кажется такой классный. Он кто-то у нас боится? ММА? Нет. Я просто хип-боксер. А что происходит? Это как хип-боксеры. У них бывает такое клыкс и... Попытка номер 50. Дружба народов. Один недолатыш, второй недолатыш. И, в принципе... А кто Ремн по национальности у нас будет? Нормально, вообще не скажет она мне, значит, да? Ну ладно. У Линарда не получилось заставить ребенка сказать Линард. Поэтому... Максимум по башке. Да, ну супер. Это успех уже в целом. Это уже неплохо. Одна из причин, почему мы Линарду советуем удочки сматывать. Ну, короче, вот я Рэму объясняю. Так служило, что это женщина, вот она родственница у нас. Чего? Хе-хе-хе. Подруги уже поняли, что тут влог у нас не получится. Вот этот человек великолепный. Оно как бы... В общем, испортит мне всю статистику, весь мой канал порушит. Поэтому я думаю, что, наверное, мы сегодня будем уже отключаться. Будем с ребенком гулять. Потому что народу действительно очень много труит. Тут и как бы... И не сильно-то удобно снимать. Ну, и как бы этому тоже нужно товарищу помогать. Поэтому ладно, бабы. Давайте. Всем доброго дня. Увидимся с вами в четверг. Че-у-рю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok